Йоу, Байлер, ты на канале Кикс Контест, здесь мы тестируем баскетбольные кроссовки, здесь мы рассказываем про лайфстайл-кроссовки, ездим по городам, наваливаем лютый баскетбольный движ и встречи с подписчиками. А сегодня мы продолжаем нашу рубрику, которая называется «Боевое ретро», где мы тестируем всякие ретро-модели ушедшей эпохи и пытаемся понять, пригодны ли они для игры в баскетбол в наши дни. Слитно! Ну а кроссовки на тест нам предоставил проверенный магазин нашего кента «Штука Шоп». Это сервис по подбору и доставке оригинальных товаров по адекватным ценам. Кстати, владелец этого магазина первый, кто придумал и сделал штуку. Это баскетбольный марафон до 1000 очков. Так что магаз максимально трушный, обязательно туда залетайте. По размеру третьи Тимаки сели идеально на мой 12 US. По ширине места достаточно, так что балерам с широкой стопой будет по кайфу. С высоким подъемом тоже проблем не будет. Набивки внутри предостаточно по всему периметру и на язычке. Все в лучших традициях 90-х и нулевых. Тимак, кстати, играл в этих кроссовках в сезоне 2003-2004. Стопе в кроссовке мягко и приятно, но плотный корпус из синтетической кожи на самом деле требует разбивки. Поначалу кроссовки дубоватые и движения в них получаются скованные. Потом, в принципе, кожа немного мягчает и играть более-менее можно. Но что касается вентиляции, то тут, конечно же, она отсутствует абсолютно и даже просто при ходьбе нога в кроссовках. За амортизацию здесь отвечает пенам Bounce. Снаружи кажется, что пены здесь вообще отсутствует, но нет, она просто скрыта под корпусом. В целом, пятку даже не пробивает, работает хорошо, а в носке как будто бы жестковатый. И здесь плохое чувство корта, возможно, из-за толстого протектора. Так что маневрировать в третьих тимаках тяжеловато. Рисунок протектора тут чисто уличный, большие квадратики, а с внутренней стороны панель вообще практически с полным соприкосновением с кортом. Да, я поиграл в них на улице и протектор не стерся, но по тракции были проблемы. Во-первых, под тем же мостом кроссовки, бывало, проскальзывали и когда был пыльный паркет, тоже сразу же начинали разъезжаться. Хотя, когда вот этот ман помыл пол, то они даже скрипели и цеплялись. Но это на идеально чистом паркете. Но на резиновой крошке скользить они точно не будут. Я опять забил. Йоу Баллер, открываем предзаказ на крутые футболки и худи, руки, мяч и другие с принтами, посвященными субтуру. Мегафон кейка, автобус с коробками кроссовок на крыше и логотипом на спине, в котором отмечены все знаковые атрибуты Кикс Контест. Цена по предзаказу футболки будет 1700, худи 3290, на Вайлдберрис они уже будут стоить сильно дороже. 3690 футболки и худи 5290, но туда они скорее всего уже не доедут, так что успеваю рвать лютый дроп, посвященный субтуру. На сайте по ссылкам в описании. По материалам все круто, хоть это и не натуральная кожа по всему корпусу, но смотрится она шикарно. Особенно этот гравированный принт в виде крокодилей кожи, круто. Внутренняя сторона из такой штуки. Тоже смотрится шикарно. Также система торшин тут классно реализована, с тремя пластиковыми полосками, уходящими под подошву и в задней части. Пока что в сборке косяков нет, но тут и косячи-то особо негде. Вот единственный провал здесь, это конечно же вес. Он составил какие-то невероятные 541 грамм и оторваться от земли в них, конечно, крайне сложно. Фиксация в носке слабая. Даже при максимальном затягивании шнурков, по сути, стопу держит только корпус, который имеет свойство деформироваться и во время игры стопа гуляет по сторонам. Пятка отлично зафиксирована в плотном пяточном стакане. Боковой аутриггер, ну, практически отсутствует и кроссовки не особо-то устойчивые. Это, конечно, не очень круто. Но со скручиванием проблем нет, так как система торшин надежно фиксирует кроссовки от латерального скручивания при нагрузках. Ну и балл придется снять за проваленную тракцию на паркете и бетоне. 70 баллов набирает третья именная модель Тимака. В целом, конечно, мы бы не рекомендовали эти кроссовки для игры в баскетбол. Но вот на лайфстайл, особенно на осень, это прям очень крутая модель. И я думаю, я лично их буду так носить, чтобы идти на крутом ретро-баскетстайл окей. В случае чего иметь возможность ворваться на баскетбольную площадку и зарубиться с местными пацанами. Вот такая вот модель. Кроссовкин тест нам предоставил магазин Штука Шоп. Ну а с вами были Кикс Контест, Леха Матрас Флай Уайт. Подписывайся на канал, если вдруг по каким-то неведомым этому миру причинам ты еще не подписан. Обязательно залетай на наш сайт, там ты сможешь посмотреть, что у нас есть на предзаказе, что у нас можно заказать за складок. Всем пиз, кушайте супчик.